МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ВС Армении нет потерь. МИД Республики Армении отвергает обвинения Азербайджана в адрес Армении. Турция отправляет сирийских боевиков в Азербайджан, сообщает Реутерс. Киберармия Монтай Малкуняна атаковала сайты правительства Азербайджана. Утром 27 сентября в воскресенье Азербайджан начал войну против армянского народа. После переброски сотен джихадистов из района Африн в Сирии в Азербайджан на прошлой неделе вооруженные силы Азербайджана атаковали Арцахскую республику. К сожалению, мы уже можем сосчитать десятки мирных жителей, пострадавших от взрывов, в том числе женщин и детей. Эта агрессия, поддерживаемая Турцией, является началом большой войны, которая приведет к кровопролитию на всем Кавказе. Именно поэтому Западная Армения призывает всех осудить. Любую военную агрессию вернуть в стороны за стол переговоров на основе международных мирных договоров, международных конвенций. Если цель создать хаос, который откроет путь в варварство преступных государств, то давайте продолжим в этом направлении, но все проиграют. Нет ничего сильнее международного права, заявил президент Артаган. В этих условиях настало время приотворить в жизнь международный мирный договор, то есть Северский договор, столетие которого в этом году отмечается это голос всего армянского народа. Президент Западной Армении Арманак Абрамян, который в настоящее время находится в Ереване, осуждает агрессию применения военной силы на суше и в воздухе. Он вместе с властями Арцаха и Армении в качестве бойцов-добровольцев в резервных силах готовит почву для всеобщего мобилизационного призыва из Западной Армении. Правительство Западной Армении работает над укреплением дипломатических отношений с другими правительствами, которым не безразличны правовые вопросы, касающиеся армянского договора. Эта ситуация не может продолжаться, мы больше не можем держать руки с крещенными. Франция, будучи сопредседателем Минской группы, подписавшей сирийский договор, должна заявить о своей поддержке армянского народа. С юридической точки зрения важно вернуться к основам международного договора, подписанного с всеми великими державами, всеми сторонами. Полная статья доступна на нашем сайте. 28 сентября на очередном заседании парламента Западной Армении обсуждались внутренние и внешние вопросы. В онлайн-заседании приняли участие президент Арманак Абрамян, спикер парламента Леонардо Басмаджан и премьер-министр Седа Меликян. Представитель Арцаха в парламенте Западной Армении предоставил текущую ситуацию в Республике Арцах. В ходе заседания были обсуждены вопросы внутренних и внешних объемов войны, развязанные Азербайджаном при поддержке Турции. Было решено разослать письмо по этому поводу в 197 парламентов мира. Также было решено 29 сентября направить письмо в Совет ООН по правам человека. Онлайн-сессии будут проходить каждый день в одно и то же время. Уважаемые коренные народы, проживающие в Азербайджанской республике, талыши, лесгины, аварцы и представители других национальных меньшинств. Партия справедливости Арцах обращается к вам. Мы веками жили бок о бок, как коренные народы. У нас никогда не было проблем друг с другом. Сегодня в списках погибших военнослужащих ВС Азербайджана большинство составляет ваши фамилии. В результате мобилизации вас в первую очередь призывают на военную службу в регионах Азербайджана, где вы проживаете, отключено интернет-соединение. Дамы и господа, мы понимаем, что эта война не ваша война. Эта война, навязанная армянам, политическими властями Азербайджана. Мы призываем проживающих за рубежом талышей, лесгин и аварцев попытаться убедить своих соотечественников, живущих в Азербайджане, перебраться в Дагестан, а не воевать и умирать против наших армян. Мы должны проявлять единую волю, а не приносить жертвы. Талыши, лесгин и аварцы, как коренные народы, имеют право жить на своей земле и иметь государственность. В результате нападения Азербайджана на боевые позиции Вартыниса в ВС Армении нет потерь. Как передает Армин Пресс, об этом на пресс-конференции заявил представитель Министерства обороны Армении Артжон Ованисян. 29 сентября азербайджанская авиация и беспилотника нанесли удар в направлении Вартыниса. В Вартынисе БПЛА противника подорвал гражданский автобус. У нас нет потерь в направлении военных позиций Вартыниса. Боевые действия продолжаются, отметил Ованисян. Вооруженные силы Азербайджана огонь вели по военной части вооруженных сил Армении Вартыниса. Также применили авиацию в направлении позиций. Обстрелу подверглись также гражданские объекты. Погиб один мирный житель. Этому действию противника предшествовала дезинформация Министерства обороны Азербайджана о том, что вооруженные силы Республики Армении якобы обстреляли ракетами Дашкисанский район Азербайджана из района Вартынис. Таким образом, противник пытался подготовить почву для оправдания своих дальнейших действий. Таким образом, фактически противник попытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий. Министерство иностранных дел Армении полностью отрицает обвинение Министерства обороны Азербайджана в адрес Армении, касающиеся ракетного обстрела по Азербайджану из Вартынисского района. Как передает Армен Пресс, об этом на своей странице в Фейсбук написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анна Нагдалян. Эта дезинформация является абсолютной ложью и преследует цель подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе осуществить агрессию и против Республики Армения. Мы строго осуждаем попытки Азербайджана под дальнейшей дестабилизацией мира и безопасности в регионе. Всю ответственность за последствия, которых несет военно-политическое руководство Азербайджана, заявила Анна Нагдалян. Турция отправляет сирийских боевиков в Азербайджан. Этим шагом Турция открывает третий фронт конкуренции с Москвой после Сирии и Ливии. Как сообщает Реутерс, Турция направляет в Азербайджан сирийских боевиков для поддержки Баку в его столкновениях с армянами. Об этом авторитетному агентству сообщили боевики, направляющиеся в Азербайджан. Рейтер, в частности, удалось поговорить с двумя из них, которые на условиях анонимности заявили, что воюют за деньги. Боевики заявили, что многие такие же, как они, согласились на эти условия. Едва Азербайджан распространил опровержение, когда другая авторитетная западная СМИ опубликовала статью на ту же тему. Автор статьи – стамбульский корреспондент, который получил информацию с первых рук от трех боевиков, которые признались в подписании контракта с частной турецкой компанией на работу в качестве пограничника в Азербайджане. Сайты правительства Азербайджана подверглись атакам. Один из них – сайт Минобороны. Об этом сообщает страница киберармии Монте Мелкуня на Фейсбуке. Вчера несколько армянских новостных сайтов подверглись атаке азербайджанских хакеров. Работа армянских сайтов была восстановлена очень быстро. Уважаемые соотечественники, чтобы не распространять ложные новости и информацию азербайджанских СМИ, ссылайтесь только на официальные СМИ Республики Армения. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль Маратук Ковказ и Каджер. Полные версии видео представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok